Джимал Георгиевич, здравствуйте! Относительно недавно в интернет-ресурсе появилось интервью под заголовком «Оценка судебной системы может стать предметом проверки», где вы подробно ответили на вопросы журналиста. Далее, как стало известно из вашего интервью о Псенопресс 26 января, вас уведомили о том, что сокращена штатная единица, занимаемая вами. Для вас это было неожиданностью? До этого интервью руководство сообщало о намерении сокращения. Издание председателя Верховного суда приказа о сокращении моей должности было полной неожиданностью, потому что этому решению никакие мероприятия не предшествовали. Была проведена проверка деятельности аппарата Верховного суда. Я не был ознакомлен с какими-либо выводами о том, что необходимо проводить реструктуризацию, либо сокращение штатного расписания, хотя по моим должностным обязанностям я должен быть в курсе этих мероприятий. Я бы не хотел сейчас подробно говорить о самом приказе, так как сокращение штатной единицы руководителя аппарата я считаю нецелесообразным и свои права намерен защищать в судебном порядке. Поэтому какие-то обстоятельства рассказывать о самом приказе, о том, что предшествовало приказу, я думаю, некорректно. Вы оспариваете решение председателя Верховного суда. Насколько вы уверены в беспристрастности судопроизводства? Я уверен в том, что сегодня в республике Абхазия, которая является правовым государством, действуют законы, в соответствии с которыми судья является независимым при отправлении правосудия. Никто не вправе вмешиваться в деятельность суда по осуществлению правосудия. Если кто-то и вмешивается, то это преследуется по закону. Я понимаю, что ситуация непростая, но я сохраняю уверенность, что перед законом все равны. Любое лицо имеет право на справедливое рассмотрение разрешения его дела на основании состязательности и равноправия сторон в разумные сроки независимым и беспристрастным судом. Я рассчитываю на эти положения конституционного закона. А с вашей стороны было нарушение закона, должностных инструкций, нарушение корпоративной этики? Вот ваша интерпретация. Если говорить о том, имел ли я право отвечать на вопросы журналиста, то, конечно же, имел. В первую очередь это прописано в моем регламенте, в моих должностных инструкциях, принимать запросы и отвечать на запросы журналистов, представителей СМИ. Но, помимо этого, законодательство Республики Абхазия обеспечивает также права журналиста. И непредоставление информации журналисту, информации, не запрещенной законом, не составляющей государственную тайну, охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность. То есть, любое должностное лицо, которое откажет журналисту в предоставлении информации в соответствии с административным законодательством Республики Абхазия и с уголовным законодательством Республики Абхазия, может понести предусмотренную законную ответственность. Я не мог себя подвергать такой ответственности. Поэтому я ответил на вопросы журналиста в рамках предоставленных мне должностной инструкции и полномочий. С января текущего года вступило в силу положение закона, касающиеся автоматизированной судебно-информационной системы. Как судейское сообщество восприняло такое внедрение? Ну, любое нововведение, конечно же, сразу воспринимается как бы с критикой. Тем более данное нововведение закона, которое было принято еще в 2015 году, но в силу разных причин объективных, вступило в силу 1 января текущего года, оно предусматривает максимальную прозрачность, открытость судебных заседаний, свободный доступ граждан, юридических лиц, информации о движении дел. То есть, согласно данной норме закона, вся информация о движении дела должна быть выложена, то есть, должно быть видно сторонам и кому, кто проявляет интерес к процессу, на официальных сайтах соответствующих судов. Поэтому, конечно же, это немного напрягает любого человека, когда такая вот прозрачность. Но, тем не менее, судебная власть постепенно входит в режим этой работы и делает все для того, чтобы эти нормы закона работали в полном объеме. Помимо того, что данная норма закона предусматривает прозрачность и открытость судебных разбирательств, она также предусматривает автоматизированную форму распределения дел. То есть, речь идет о чем? Если до 1 января дела, поступающие в суд, распределял председатель суда, то после уже с текущего года распределение происходит в автоматизированном режиме. То есть, программный продукт сам определяет судью, кому какое дело передать с учетом нагрузки и других обстоятельств, которые в программе заложены. Это для чего было сделано? В первую очередь, это говорит о беспристрастности и объективности с момента распределения дела, с момента поступления дела в суд. И, конечно же, это способствует устранению коррупционных факторов. Именно с этой целью законодатель эту норму и ввел для того, чтобы исключить. Кстати, надо отметить, что сегодня такая форма распределения дел в законодательном уровне, в постсоветском пространстве не везде зафиксирована. Есть в тестовом режиме в Российской Федерации некоторые суды используют такую форму распределения дел. Но в Абхазии, в нашем законе о судебной власти, это предусмотрено на законодательном уровне, что действительно нужно приветствовать. В этом направлении нужно работать для того, чтобы это нововведение, эта норма действовала в полном объеме, как это предусматривает сам закон. Имела ли председатель Верховного суда полномочия сокращать штатные единицы? Безусловно, председатель Верховного суда в соответствии с законом о судебной власти имеет такие полномочия. Она утверждает штатное расписание аппарата Верховного суда. Она же формулирует структуру аппарата Верховного суда. Это входят в ее непосредственные полномочия. Я сейчас не буду абстрагироваться от полномочий председателя Верховного суда. Я скажу немного «работодатель» и «работник». Но действия работодателя не должны приводить к нарушению трудовых прав работников. Не должны иметь в своей основе какие-то личные мотивы. А реализация работодателем своего права на проведение сокращения штата работников с целью простого избавления от неугодного работника может расценено как злоупотребление права. Представляете, если любой работодатель возьмет из-за каких-то личных отношений будет использовать свою полномочия сокращения штатов, тогда мы можем испортить эти трудовые отношения. Мы будем этим правом, злоупотребляя этим правом, мы можем работника лишить свое право, конституционное право, право на труд. Еще вопрос все-таки. Вы были руководителем аппарата Верховного суда. Эта штатная единица сокращена. А как без этого штата? Я обоснования, еще раз повторюсь, обоснования сокращения этой штатной единицы не видел. Я и не знал, что такое может быть принято решение. Мне сложно сегодня говорить о том, на кого возложены эти обязанности. Возможно, руководитель возложил на себя эти обязанности организационные. И в связи с этим принял решение о сокращении этой штатной единицы. Я не видел документа, из которого бы я мог понять, чем обусловлено сокращение этой штатной единицы руководителя аппарата. Джамал Георгиевич, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok